Микс Ньюз. Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо? И выбрать вино? Горячая премьера сезона на Радио Болтком. Открытая кухня. Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами. Розыгрыш призов. И даже дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17.00 на Радио Болтком. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Открытая кухня». Я Валерия Иванова. Сегодня мы обсуждаем сервис в ресторанах. В принципе, как и на протяжении всех сезонов уже нашей программы. Но эта тема, мне кажется, многогранна и просто безгранична. В связи с этим я пригласила своего коллегу по цеху, можно так назвать, Дейдзиса Гравитиса, который является владельцем, основателем компании Центурион Хоспиталити. Сейчас он более подробно расскажет, чем занимается. В общем, сегодня у нас два эксперта в студии, самых таких ревизор, о которых боятся в ресторанах. Поэтому есть о чем поговорить сегодня. Я напомню сразу тоже, что мы можем с вами сегодня пообщаться на те темы, которые вас интересуют. Возможно, у вас будут вопросы и какие-то истории. Как всегда, подискутируем. Напоминаю, номера для связи 6721-2939, 6721-3939. Ну, добрый вечер, Дейдзис. Добрый вечер. Так, Дейдзис, рассказывай, чем ты занимаешься для тех, кто не в курсе. Центурион Хоспиталити. Чем занимается твоя компания? Да, во-первых, наверное, спасибо тебе за приглашение. Спасибо тебе. То, что я могу быть сегодня тут. Вот, если так коротко, тогда, в принципе, занимаюсь обучением в ресторанах, барах, кафе, отелях и, ну, еще уже банки, автодилеры и так далее. Если так глубже смотрим, тогда разработаем стандарты обслуживания, проводим обучение, тайные гости, проводим внутренний контроль системы и так далее. Как давно ты этим занимаешься уже? Вот, как-то я не считал, но какой-то четвертый год уже именно с этим, да. А в самой сфере? В самой сфере уже 15-15 лет. Ну, все, Дейдзис, старичок, пора новое поколение. Пора новое поколение растить. Еще было такое, да, недавно было, что еще 10 лет не было опыта, но сейчас уже, да, 15 с чем-то, да. Слушай, многие думают, что мы с тобой конкуренты. Что ты думаешь на этот счет? Я думаю, что мы совсем не конкуренты, мы оба эксперты. Все-таки, ну, не может быть и так, что в Латвии только там один человек занимается обучением, стандартом обслуживания и так далее. Думаю, что это даже очень хорошо, что есть еще кто-то другой, и мы тоже оба не единственные. И, насколько я знаю, что у нас оба работа достаточно, так что на это так вообще не смотрю. Да, ну, это для тех, кто, может быть, знаешь, за спиной думают, вот, встретились, улыбаются друг к другу. Да, на самом деле. Нет, у нас, правда, очень хорошие отношения, я думаю, и, да, я, в принципе, ну, какой-то конкуренции особо не чувствую, и, ну, да, в принципе, если ты все время сам развиваешь, работаешь и так далее, и хорошо делаешь свою работу, тогда клиенты к тебе приходят обратно, и, ну, там, больше даже не вопросов конкурентов и так далее. Конечно, ну, мне кажется, что у каждого в любом случае свой подход к делу, да, свои какие-то фишки, свои секреты, что мы используем в нашей деятельности, поэтому я тоже только радуюсь, что могу, например, тебе позвонить, о чем-то попросить, посоветоваться и встретиться на кофе. Так что спасибо тебе тоже за это. Да, и, конечно, клиенты тоже разные, разные рестораны, разные кафе, одним нужен то, другим нужно что-то совсем другое, так что, ну, да, это тоже вопрос, что конкурентов, в принципе, я не смотрю. Аллилуйя. Хорошо, ну, давай тогда переходить к такому разносу того, что у нас сейчас происходит на рынке. Можешь со мной поспорить, но в последнее время, честно, я очень разочарована в том, что происходит именно в людях, которые работают у нас в ресторанах, да. У меня такое ощущение не то, что все говорят их нет, у меня ощущение, что они просто, ну, какие-то вот как будто находятся в своей коробочке, им так тяжело выйти за границы своего вот этой зоны комфорта, что-то новое для себя открыть, посмотреть, ну, со стороны, быть открытым комментарием к обратной связи, ну, когда ты вот обучаешь, да, именно вот обязательность тоже присутствовать на тех же самых обучениях. Ну, и, естественно, как бы, как результат мы видим плохой сервис во многих ресторанах. Как ты оцениваешь сейчас ситуацию на рынке труда и на рынке ресторанном? Я бы не сказал, что это только рестораны, бары, кафе и так далее, это общий подход жизни, по-моему, поменялся во всем мире, если мы смотрим то, что было 5 лет назад и то, что сейчас, это два разные мира, в принципе, и, конечно, подход к жизни поменялся очень многим, и то, что, во-первых, я в последнее время стараюсь понять, как достичь того, чтобы этому самому официанту было желание учиться, потому что ты можешь там проводить самое хорошее обучение, дать самую глубокую информацию, которая реально действительно ему поможет с продажами, обслуживанием, созданием контактов с гостем, формированием лояльности и так далее, но есть люди, которые даже это просто не принимают, им это даже не хочется, и иногда я говорю, что да, я в аудитории вижу людей, которым самим просто своей личной жизни ничего не хочется, ему как-то хорошо там, где он сейчас, и, ну, да, это какой-то фактор, который им сейчас, мне последние полгода, годы уже крутится в голове, как, ну, заставить людей развиваться, и, ну, да. Мне кажется просто, что это прям огромная, огромная проблема. Я действительно каждый день просто иногда себя чувствую, как закрытые двери, ты головой бьёшься, потому что, ну, ты вроде настолько вот приходишь с улыбкой, да, и говоришь, что, ребята, я не злая учительница, я буду вам помогать, я человек, который абсолютно как ваша тень будет следовать и подсказывать, да. А вот, как ты сказал, подход к жизни, ничего не надо, и так всё нормально. Ну, да, у них есть какая-то своя зона комфорта, и у них нет желания расти, желания достичь того, нет желания путешествовать, нет желания пойти в других странах, посмотреть, что они там делают. Ну, к сожалению, таких людей куча, очень-очень много, и, конечно, с того, что в Латвии тоже становится меньше и меньше людей, и разные другие индустрии, скажем так, перекупают, не хочу сказать, хороших и плохих людей, но те, которые перекупают хороших людей, остаётся, ну, не всегда те, которым реально есть желание работать. И, конечно, ресторанами иногда надо просто брать тех, которые вообще приходят на работу, и очень многие уже сейчас говорят, что мы просто берём любого, который прислал свои CV, тогда смотрим, что-то видят или что-то не видят с ним. Ну, вот, кстати, про это я это слушаю тоже очень часто. Ну, там, давай послушаем, у нас звонок есть, надеваем наушники. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот я как-то до этого не могла спасибо сказать, правда, это было очень давно, лет 10 тому назад. У меня муж-колясочник лежал в Вайборе. Там у них на седьмом этаже было кафе. Там были два бармена по очереди, Нина и Юра. И вот они, интересно, у них, во-первых, кухня была вкусная, не знаю, кто им готовил, и потом они сами такие доброжелательные, они всегда хорошо обслуживали, всегда с улыбочкой, со смехом. И вот что интересно, Юра, несмотря на то, что вот он, можно сказать, был жарить практически, там собирался буквально клуб, эти колясники с Юрой разгадывали кроссовок. А Нина, можете себе представить, бармен, вроде это ее не должно касаться, она этих колясочников учила танцевать на колясках. Вот спасибо им большое. Не знаю, если они меня сейчас слышат, если живые, очень большое им спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Наша постоянная радиослушательница всегда звонит с такими историями, знаешь, вот добрыми. Это была очень хорошая история, да. Представляешь, да, что человек вот про вовлеченность, про то, что он смотрит шире немного. Ну да, есть люди, которым просто горит глаза мне. Недавно, где-то буквально две недели назад был, въехал за границу и просто в парке на стритфуд, был фудтрак и зашел в нем заказывать еду. И, ну, после того, когда я сел уже с заказом сделанным, оплата сделана, я просто не понял, где я нахожусь, потому что обслуживание было такое, которое в очень многих хороших ресторанов не было, да. Это было просто стритфуд-кафе, в котором, да, там была какая-то определенная очередь, тебя встречали, тебя узнали, перевели у нас, дали рекомендации, постепенно пошутили, занимались продажей, потом, когда тоже, ну, какие-то рекомендации спрашивали, тоже очень все классно рассказывали. Потом, когда уже получили еду, подошли, спрашивали, как у нас там все и так далее. Дали еще какие-то другие советы, я просто... В восторге был, да? Ну, я был реально в восторге от маленького стритфуда-кафе, и это то, что мне, ну, честно говоря, чуть больно, потому что очень часто рестораны, которые себе считают, что они на очень-очень высоком уровне работают, там отношение не совсем такое. Ну, вот расскажи подробнее об этом, мне очень интересно послушать. Не, ну... Что ты видишь вот часто? И давай сначала про минусы скажем, да, а что запомнилось хорошего в последнее время? А вот плохое, о чем-то... Ну, да, но самое хорошее, в принципе, только что... Нет, хорошее здесь, это было за границей, правильно? Да, но хорошее и тут, то, что мне последнее осталось в памяти, это было в ресторане «Три повара» в старом городе, это было уже в какой-то августе прошлого года, когда я реально увидел, что персонал говорит в глаза о том, что они делают. И реально они рассказывали по поводу всех блюда, которые презентировали очень глубоко, красиво, в то же самое время не очень долго и так далее. И тогда было видно, что, да, людям реально интересует то, чем они занимаются. И там я тоже потом через какой-то полмесяца-месяц проводил обучение, сейчас обсуждали какие-то новые обучения и так далее. И менеджер ресторана мне очень просто ответил, «Диддис, у нас работники не меняются, у нас персонал все остался тот же самый». Это огромный показатель. Это тоже показатель, что люди, да, они не бежат налево-направо, и они реально там, и многих я знаю, там уже годами работает. Но есть много хороших примеров о Латвии, но есть и много плохих примеров. Ну давай плохого, честно. Не, ну что там? Ну не будем упоминать. Нет, не будем назвать. Ну, во-первых, у меня нет таких страшных историй, потому что то, что я тоже хочу, чтобы другие обдумали, что я сам всегда захожу в ресторане с позитивом, с улыбком. Я это передаю персоналу, который там работает. И если ты как гость заходишь в ресторане уже с таким, что вот я тут главный зашел, и сейчас вы радуетесь, что я вообще тут зашел, и так далее, тогда, конечно, персонал тоже это сразу чувствует. И в Латвии, где у нас мы уже такие холодные между друг другами, там нужно, не знаю, там 5-10 минут, пока вообще начинали понять, как, с кем общаться, если первое впечатление такое, и что вот тут я зашел таким, тогда, конечно, сервис, в принципе, могут очень часто быть плохим из-за того, как ты сам поступаешь. Так что да, я всем слушателям советую самим зайти, во-первых, в ресторанах с хорошими эмоциями, дарить персонал улыбки, особенно в тех случаях, когда они уже там проработали, не знаю, там 6-8 часов, и им нужна эта энергия, позитив и так далее. Ну, из таких общих, самых плохих историй, ну, просто, ну, когда на тебя даже не смотрят, не здороваются, бросают меню на стол, не подходят принять заказ, и, в принципе, ну, ты сам уже контролируешь персонала, и сам даешь им знаки, что я сейчас хочу что-то заказывать, было бы приятно, если бы подошли ко мне и так далее. Было бы приятно. У меня было случаи, когда ты, да, ты поднимаешь свою голову, ты можешь там смотреть, я не знаю, уже 3-4 минуты, да, и это доходит до того, когда ты просто с руками уже должен как-то дать о себе знать. Это не всегда в ситуации, когда ресторан полный, да, это могут быть так, что там 1-2 столика, да, и на тебя даже не смотрят. Ты знаешь, я, кстати, вот такую тенденцию чаще всего вообще замечаю не в запарные часы интенсивные, а именно в пустые. Да, это так и есть, потому что они как-то расслабляются в этот момент. Да, потому что когда запары, если так можно сказать, нету, да, тогда это еще сложнее персонал психологический, потому что тебе уже так нечем заняться и так далее. И я могу сказать от, ну, такой общую Айну, ну, общую картинку тайных гостей, которые мы делаем в разных ресторанов, самые низкие оценки тайного гостя именно как раз в тех случаях, когда ресторанов было меньше гостей. Да. И самые высокие оценки, которые там были на 94 с чем-то процентов, да, они были в тех случаях, когда ресторан был полностью забитым. Так что, да, это тоже показатель, что, да, если в ресторане нет гостей, тогда, в принципе, ну, очень часто сервис тоже хромит. Ну, а вот сам, на что ты чаще всего обращаешь внимание? Вот первые три пункта, которые тебе бросаются в глаза, когда ты зашел? В принципе, это body language, не знаю, как это по-русски. Язык тела так и есть, да? Да, язык тела, наверное, это самый первый, как персонал ходит, как он смотрит на тебя, как он улыбается, тон голоса и так далее, в принципе, ну, то, что ты видишь первые 3-4-5 секунды, да, это то, что я обращаю внимание. Потом, конечно, я смотрю, что происходит в зале, тусуются ли они возле барной стойки, там, и в телефонах сидят и так далее. Ну, в принципе, да, ну, самые первые впечатления – это то уже отношение, которое ты чувствуешь к себе. Ну, а в последнее время, может быть, да, вот за последний год, как ты чувствуешь? Поменялось количество, например, заказов, да, от именно ресторанов по обучениям? Я понимаю, что сейчас достаточно тяжелая ситуация в плане там налогов и других, да, истории там с поставщиками, их, может быть, еще статьи этих расходов, бесконечные страницы, да, но есть мы, вот люди, которые предоставляем услуги, мы про команду, мы про улучшение этого сервиса. Как тебе кажется, стали ли люди более заинтересованы в том, чтобы заказывать такие услуги и работать над своим сервисом, а не думать всегда, что, а, у меня и так полный ресторан, и так все нормально? Я, наверное, отвечу чуть-чуть по-другому. Я не могу сказать, что именно желание пользоваться с разным консультантом, тренером и так далее растет, растет, наверное, все-таки понимание, потому что если мы смотрим 5-10 лет назад, то, что было в Латвии тогда понимание, сервиса вообще не было. Сейчас очень много мест уже, ну, ты видишь, хоть, может быть, там не все до конца получается, что они все-таки есть понимание, что, ну, гости все-таки важные, да, и, конечно, есть очень много разных каналов обучений, то же самое, что, в принципе, мы делаем, да, в каком-то плане можно прочитать в книжке, можно посмотреть на YouTube какие-то видео, разные онлайн-тренинги и так далее, и да, ну, я бы сказал, что понимание есть, но в то же самое время очень многим, как ты уже сказал, ну, ситуация не самая легкая, нет финансов на обучении, конечно, когда тебе проблемы с зарплатами тогда, ну, консультанты и тренеры и так далее, это последний, который будет приглашать. Хотя я очень часто говорю, что, в принципе, ну, некоторым владельцам я так откровенно сказал, что после моей пары в визит, который был у вас, то, что я видел, что официанты, в принципе, только принимают заказ и переносят заказ, да, они не занимаются продажей, они не занимаются того, чтобы сделать меня, как лояльного гостя и так далее, да, так что, ну, с другой стороны, когда тебе плохо, как раз, может быть, нужно посмотреть не изнутри, а приглашать кого-то, который мог посмотреть, ну, по-другому на тебя. Ну, потому что, знаешь, многие говорят, Валерия, там, у меня уже замылился глаз, я здесь каждый день, может быть, вы, опять же, как тайный гость придёте и приоткроете мне эти глаза. Я считаю, что это, если, например, да, вот пусть наши потенциальные с тобой заказчики слушают сегодняшний эфир, если вы ещё не уверены, есть ли у вас бюджет на прям обучение, обучение, по крайней мере, нужно точно заказать услугу тайный гость, у тебя, у меня, неважно, да, и тогда получить вот этот объективный срез, анализ того, что сейчас есть. И лучше заказывать, как в пустые часы посмотреть, да, прийти на там, на пусть ДНП даваем, так же прийти на Вакаринес. Смело вот попробовать это всё и видеть потом результаты, в какую смену, как всё происходит. Ну, потому что иначе действительно можно ещё и год и два ходить и думать, что у меня всё в порядке, а на самом деле есть те моменты просто, которые, ну, на поверхности не лежат, и вот приходят мы с тобой. Больше не работает то, что ты можешь, там, я не знаю, год-два работать, ничего не меняет, уже точно. Сейчас столько много ресторанов, кафе, и самые простые кафе, ресторанчики, стритфуды иногда даёт еду на таком высоком качестве, что, извините мне, иногда даже не надо ходить в тот ресторан, который стоит 30, 40 или 50 евро, да. Ну, это очень сейчас много что меняется. Ну, поговорим про тенденции, да, после небольшой рекламной паузы «Открытая кухня». Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире программы «Открытая кухня». Сегодня мы с Дидзисом, Гравитисом, основателем и владельцем компании Centurion Hospitality разбираем, собственно, сервис в ресторанах, все проблемы в команде. Ну, и, конечно, будем рады вашим мнениям и историям. Если будет желание, конечно же, звоните на наши номера 6721-2939, 6721-3939. Ну, а мы, Дидзис, с тобой продолжаем. Давай поговорим про такого важного человека в ресторане – директор. У меня на протяжении уже которого месяца идут споры со многими владельцами заведения. Кто этот человек, директор ресторана, как тебе кажется? Я всегда запомнил то, что мне научил мой последний работодатель, Бернард, то, что, в принципе, хороший менеджер и хороший управляющий, он не должен быть тем, который занимается всем, что он, в принципе, должен быть тот, который управляет реально. И управляет это, ну, как будто управляет других людей, а не делает работу других людей. И всегда запомню то, что он мне, я не знаю, сколько там, 10 лет назад научил. И в тот раз на это я смотрел по-другому, но сейчас я очень правильно думаю, что я смотрю на этом. И в том и очень много проблем и создается, потому что, в принципе, все начинается с управляющих и директоров ресторанов. Если он вещи делает неправильно, тогда, конечно, все остальные тоже более-менее что-то делают неправильно, вся структура неправильная и так далее. Так что, ну да, отвечая на вопрос, кто главный, чем занимается директор, он, в принципе, должен управлять реально персонала в разных сферах, кухни, в зале, там, пиар, маркетинг, бухгалтеров, подставщиков и так далее. Ну вот смотри, да, то, о чем я говорила только сегодня с владельцем одного ресторана. Получается так, что чаще всего в ресторанах бухгалтер, точнее директор, это больше бухгалтер, то есть такой офис-менеджер. И есть другая категория директоров, это сервис-менеджер, которые не особо сильны во всех отчетах, во всех там цифрах, в, я не знаю, составлении каких-то бизнес-планов и так далее. Вот как вот совместить, чтобы человек не только там где-нибудь в подвале, в комарке сидел и считал все эти цифры, но еще чтобы он действительно был вот в зале, в зале, чтобы он работал с командой, чтобы сервис улучшал, чтобы общался с гостями, в конце концов, ну, получая, опять же, эту обратную связь. Вот я думаю, что ты тоже очень часто встречал тех владельцев, которые, ну, совсем вот говорят, а зачем мне там этот человек в зале, пусть он лучше сидит и меня отчетно сделают. Вот как тебе кажется, это правильно? Ну, конечно, это неправильно, опять все это начинается с самой структуры. И то, что очень часто я вижу, что те, которые управляют ресторанов, да, они, например, какое-то время до этого были хорошими официантами или хорошими самоле и так далее. Но они когда в жизни не учились реально, как управлять этот ресторан, сами не путешествовали, сами не были в разных странах мира, не поработали там, не поработали в других ресторанах. И, да, например, если ты вирус только, ну, в Латвии, скажем, я не хочу это сказать как негатив и так далее, но если ты вирус только в Латвии, ты сами первые этапы своей карьеры был в Латвии, потом ты был в Латвии, дальше шел, да, и так далее, да, и, в принципе, всю свою жизнь работал в Латвии, может быть, даже только в одном ресторане или пару ресторанов, да, и у тебя, конечно, понимание о всем том, как управлять рестораном, просто нет. У нас и в Латвии, ну, я, наверное, могу так откровенно сказать, у нас нету какой-то, ну, супер-супер глубокое понимание в сервисе, у нас нету таких школы с ОМЛЕ, как в Англии, например, да, и там совсем другая история по поводу сервиса обслуживания, да, нам этого не было, и, в принципе, ну, да, это начинается с пониманиями, то, что я очень часто не понимаю реально, почему владельцы, директоры, которые как будто хочут сказать, что могут, если они захочут, ну, реально не едут, не кушают других ресторанов, даже не надо въехать из Латвии, они даже иногда в Риге, в Юрмале, в Лепа, где бы этот ресторан, ресторан не были, они не работали, они даже там не ходят, да, если только ты всё время проводишь в своём ресторане, тогда, конечно, понимания от этого не будет, очень многие не читают книжки, многие не смотрят разные, разные Ютуб-каналы, не смотрят, ну, они, в принципе, ну, там и живёт, я не знаю, как это сказать на русском, но такое колесо такое, которое просто крутится. Ну, замкнутый круг, да. Да, замкнутый круг, всё там и остаётся, но так, в принципе, это начинается со структуры понимания, и тоже очень многие, по-моему, я не буду сейчас назвать имён ресторанов, не смотрят на то, чем и как работают успешные рестораны. У нас в Латвии есть где-то 5-7 таких ресторанов, которые все знают, в которых много гостей, которые уже годами работают и так далее, ну, хоть сядите с машиной и поехали в те рестораны, посмотреть, что они делают, почему у них столько людей, почему там столько лояльных гостей, что делает главный шиповар, как он выходит в заль, как он знает, в принципе, 90% гостей, которые там сидят и так далее, да. У нас есть очень много хороших, ну, не очень много, есть много хороших примеров тут же в Латвии, просто мы как-то не обращаем на это внимания. Ну, а представь, вот тебя услышит сейчас директор ресторана и говорит, ох, ты, я по 16, по 14 часов в смене, когда ты хочешь, чтобы я ютуб-канал смотрела, когда ты хочешь, чтобы я в ресторан ходила, да мне платят, сам знаешь сколько, чтобы я ещё и по крутым ресторанам ходила, смотрела, как у других красиво, вот что бы ты ответил. Да, я ведь чётко ответил, что это только твоя вина, собственная вина. Да, мы сами создаём свою жизнь, я сам был тот, который особенно первые годы работал без выходных, я помню своё первое лето, не могу, наверное, сказать, где я работал до этого, в отеле Гранд Палас, я первые, в принципе, лет, всё время я был там, я жил там 7 дней в неделю, я ещё дома работал, подключил все имейлы и всё остальное, я реально работал по 15-16 часов и так далее, далее, да мне тоже казалось, что по-другому никак, и столько работы, и я только один на это смогу сделать и так далее. Если сейчас на это смотрю, тогда я сам в этом был, в принципе, виноват, я не нашёл время посмотреть на себя и понять, что я делаю не так, почему я не делегирую там какие-то работы тому, тому и так далее. И, в принципе, ну, я тоже откровенно ещё раз хочу сказать, если кое-кто недоволен своей жизнью, тогда это наша самая личная проблема, и мы сами это создали. Ну, ты же знаешь, что больше всего люди любят перекладывать ответственность за своё решение, за свою жизнь, сказать, что нет, это вот виноват владелец, он мне мало платит или ещё что-то. Но я просто поняла, о чём ты говоришь, и я тоже, наверное, именно поэтому… Да, но есть, конечно, категории людей, которых я тоже это откровенно сказала, до этого есть люди, которых обидели все, начиная с того, что их обидели в семье, тогда в школе, тогда в высшее образование, в школе тогда работодатели обидели, тогда все, которые там, я не знаю, едут с хорошим машином, их тоже обидели и так далее. Ну, это, ну, есть, да, есть, к сожалению, есть люди, которых все как-то обидели, да, и никто другой не виноват, только все остальные. Ну, если такой подход в жизни, тогда будет очень сложно. Ну, вот помимо того, что люди, не знаю, относятся к своей жизни вот так вот, что они зашорены, как ты любишь тоже на обучениях показывать этот пример, что лошадь, да, на этих скачках одевает эту специальную маску, да, шоры, вот, и не видят ничего, что вокруг него происходит. Помимо этого, какая она сейчас молодёжь? Вот ты проводишь регулярно, не собеседование, а обучение, у тебя есть групповые, есть индивидуальные. Что ты видишь? Какая на это молодёжь наша, вот скажем, от 20 до 25 лет? Молодёжь, конечно, разная, и это всё опять начинается с семьёй. Если я смотрю, ну, у меня тоже много обучений в регионах Латвии, есть Валмир, Лепа и другие города, то, что и там вижу тогда молодёжь чуть по-другому всё-таки, да, они всё-таки как будто не в рамках, не в старой системе, если так можно называть, да, у них есть как-то чуть побольше понимание ответственности, желание учиться. У тех, кто в регионах. Да, да, у тех, кто в регионах. То, что в Риге происходит, да, очень часто я видел людей, которых, ну, я это редко говорю, но мне было пару случаев, когда я реально владелец сказал, что я не вижу, как в этом человеку как-то помочь, как ему научить то-то, то-то и так далее. Но так, в принципе, я хочу сказать, что это подход, вот как мы находим подход к этому человеку, как мы находим для него во первых время, потому что те времена, когда мы там наняли человека на работу, подписали договор и дали форму и меню, и вот сейчас иди в зале и работай, стань официантом, закончить, в принципе, сейчас очень много нужно времени для работников, и особенно для тех, которые, ну, как молодёжь, да, у которых даже опыта не было. И это то, что мне тоже, ну, как будто шок от этого иногда, что принимают на работу людей, которым там 18-19 лет, это понятно, что они сами никогда, в принципе, так не ходили в ресторанах хороших, они били в барах, кафе и так далее, да, и тогда сразу от них ожидает отличный там сервис, отличное понимание всей структуры и так далее, да. Если у него этого опыта не было, как гостя, да, тогда ему это понять, как это донести до гостя сейчас очень-очень трудно. И, в принципе, нужно время, правильный подход. Конечно, молодёжь сейчас, ну, да, у них там очень много направлений, где они хочут, что они хочут, и все инстаграмы, и всё остальное, но это тоже очень меняет, что чем они хочут стать, кем они хочут быть, сколько они хочут работать, сколько они хочут зарабатывать и так далее. Ну, так, в принципе, я не могу сказать, что подхода нет, только его надо найти. Ну, вот касаемо то, что ты сказал, 18-19 лет, и думают, что будут хорошо работать. Я это тоже часто вижу, и иногда мне, ну, мои клиенты, да, говорят, что да мне проще такого взять, который вообще совсем зелёный, только после техникума, он быстро сейчас обучится, и я из него сделаю то, что я хочу. Но потом получается такая, ну, прерывается эта цепочка, да, того, что какую стратегию себе простроил клиент, что вот, у меня новый человек, его обучат, и он классно будет меня продавать и обслуживать. Просто нет такого ментора, человека, который будет контролировать, кто его вообще будет обучать, потому что ты сам знаешь, чаще всего человек приходит, ему как-то сказал, кинули меню, сказали, ну, давай, выучи, а как он дальше там, что делал, уже никто не обращает внимания. Пришёл на смену, и спасибо. Да, у тебя было очень хорошее слово «ментор». Это то, что я очень-очень советую всегда своим клиентам, особенно когда принимает нового работника, найти ему одного ментора, да, от которого он может реально учиться, чтобы не было так, что он пришёл на первую смену, у него, его обучает один человек, потом в другой день пришёл совсем другой, это что-то обучает по-другому, тогда третий день я шёл кое-что по-другому и так далее, тогда, в принципе, он сам уже больше не понимает, что правильно, что неправильно. И опять, ну, работа с персоналом, она должна быть всё время. И тоже те, которые считают, что могут взять тебя или меня на обучении там один раз в год. Да, это будет хорошо, что будет хоть этот один раз в год, но, извините, да, обучение, в принципе, работает на максимум 2-3 месяца, да, это мировой такой нестандартный пример, что, ну, в принципе, ну, должен быть постепенно какое-то обучение, информация, коммуникация, теймбилдинг и всякое другое, потому что, ну, работа с персоналом особенно в этих днях, в принципе, стала ежедневная работа. Нету такой, что я там нанял кого-то на работу, подписал договор, дал ему меню, заполнил эту, ну, пустое место в ресторане и всё, сейчас всё будет сам работать. Может быть, есть рестораны, где так работает, наверное, есть, но, в принципе, так, я этого не вижу. Ну, я с тобой очень согласна, нужна система, просто разовая, окей, спасибо, классно, послушали, потом. У меня очень хороший друг работал какое-то время назад в Москве в отеле Lotte, который один из самых, ну, хороших отелей в Москве, и у них обучение раз в неделю. И это правильно? Каждому работнику раз в неделю, там, хоть по пару часов, но у них обучение один раз в неделю. Да, у нас очень много ресторанов, отелев и так далее, где у работников обучения не было пару годов. Ну, что тогда мы можем ожидать? Да, к сожалению, к сожалению. Меня очень, конечно, расстраивает, но я не перестаю всё-таки надеяться на то, что у нас владельцы будут понимать, что это всё очень нужно, важно, да, именно системность в этом процессе, потому что, ну, отзывы, сами говоря, за себя, да, если на протяжении нескольких месяцев или лет пишется одно и то же в Фейсбуке или, там, неважно, в TripAdvisor, ну, значит, стоит задуматься, да, может быть, всё-таки стоит какое-то хотя бы… Я бы даже сказал, когда сейчас открываются новые рестораны, каждый, ну, надеюсь, делает какой-то бюджет, в этом бюджет и должен уже быть там какая-то конкретная часть, в которой, не знаю, сколько процентов, там, хоть один-два процента от всего оборота на обучении. Это уже временно запланировать, потому что если там только запланировать зарплаты, ну, тогда, конечно, это не полностью показывает то, что нужно, то, что нужно в ресторане. Нет, ну, сто процентов. Я ещё хотела с тобой поговорить, касаемо тоже, вот, молодёжи всё той же. За последний месяц я провела, я не знаю, сколько уже, десятков собеседований, но 50 точно в прошлом месяце было, наверное… Много? Да, было очень много, но это несколько вакансий, естественно, это не там только официант, но ещё несколько других, и я, как ты знаешь, звоню, спрашиваю рекомендации по этим людям. Просто топ-3 за последний месяц через звонок – это воровство, это пьянство и больничные. Вот как ты думаешь, в какой момент в Риге люди перестанут думать, что можно вот там здесь вынес кассу, здесь словили где-то, ну, там, на 200 евро, и вот они так ходят, 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 ходят вокруг, и, ну, собственно, не перестают дальше устраиваться. Когда это закончится? Тяжёлый вопрос. Тяжёлый вопрос, да. Или о чём думают эти люди? То есть, ну, что ни я, ни ты не позвоним никогда, мы же позвоним. Мы же потом свои репутации отвечаем перед владельцем. Не думает, не додумается, да, что, ну, опять причины воровства – это, ну, очень, ну, разные, наверное. Я не знаю, мне трудно комментировать. Ну, да, в принципе, это показатель, что человеку, ну, нужно какие-то дополнительные деньги, там, долги и всё с тобой, и, наверное, он такими делами просто так не делал, как просто, там, выпить стакан воды и так далее, да, это, наверное, есть какая-то причина, и он, наверное, понимает, что он делает что-то плохое и так далее. Мне трудно реально ответить. Когда это закончится? Я думаю, что это, ну, так особо не закончится. Может быть, через какое-то время это меняется, менталитет, понимание, подход к жизни и так далее. Но с каким-то временем это, наверное, поменяется. Ну, да, люди, в принципе, очень часто, наверное, думают, что, да, Латвии, в принципе, человек, которого ты не знаешь через одного человека, ты можешь его знать, да, и ты можешь позвонить бывшему работодателю, задавать вопросы, да. Но будут и те, которые не позвонят. Да, ты позвонила, ты ему сказала, что нет, я такого человека не хочу, он отправил свое CV в другом ресторане, там никто не позвонил. Зато нам звонят. Добрый вечер, здравствуйте. Алло. А, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас вы как раз термос в Риге, да? Я звоню из-за границы сейчас. Ну, это такой случай, я скажу, очень такой печальный, довольно-таки, потому что громче... Можно чуть-чуть громче вас попросить говорить? Плохо слышно. А, я из-за границы просто звоню, может... Да, 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 сейчас слышно, да, слышим вас. Ну, в общем, да, 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 да. Было, это пару лет назад, такой случай у меня, на Домской площади, мы с семьей сели в кафе, слева которое, там такое, ну, одно из знаменитых там, где открытое, да, вот, сели, значит, хотели заказать хороший там обед, все такое. Позаслась в танк, ну, я ее спросил, а какое у вас пиво есть? А она мне говорит, ну, это Нерон Украинский, да. Я бы, конечно, не хотел эту тему поднимать, но это было интересно, да. То есть мы сели нормально, у них в меню, есть на английском, в латышском, в русском языках, да. Ну, что я сделал? Конечно, я просто, это от войны, ну, и встали, и мы с этими ушли, да. Вот, как вы это прокомментируете? Спасибо. Спасибо вам большое за вопрос, да. Ну, видишь, где-то с какой... Да, это одна из тем моих обучений, как не создавать конфликты с гостями, что, ну, в принципе, если, да, ну, есть, конечно, разные чувствительные темы нам и так далее, политические и так далее, но ресторан, бар, кафе, гостиницы уж точно не то место, где, где там начинать какие-то, ну, такие разговоры, что вот я тут принципиально не говорю по-русски или я принципиально не говорю по-латышски или я принципиально не буду говорить в другом языке, это не то место, думаю, что официанты могут выучить хоть пару фраз, сказать, что, простите, я на русском не говорю, сейчас позову свою коллегу, которая примет ваш заказ, да, и, ну, это очень просто, и это не создаёт, по-моему, ничего такого проблемы, да, ну, да, людям разные подходы, опять, это я бы сказал, что работа со стороны директора, да, он такой, такие примеры очень часто происходят именно с молодёжи, и просто есть, ну, наверное, какие-то темы, которых надо обговаривать до этого, да, и как им поступать в такой ситуации или в другой ситуации, как поступать реально, когда там пересадили стейк, когда холодные блюда, как реагировать и так далее, в принципе, это опять работа директора управляющего заведения. Да, никогда не говорить «нет», в любом случае, мы всегда должны предлагать решение, как ты сказал, позвать коллегу, потому что у меня тоже есть один ресторан, который я веду, где есть девочка, она не говорит, но учится ещё говорить, да, по-русски, и мы всегда в смену ставим тех, кто могут ей помочь, если гости не говорят на английском, скажем, да, такие случаи бывают. И то, что я в Латвии тоже очень часто видео слышал, и сами русско-говорящие сказали, и тоже, ну, латышко-говорящие сказали, когда ты видишь, что человек старается, тебе уже другой подход к нему, да, и, может быть, тот человек, который сейчас звонил в эфир, да, если эта официантка бы старался с ним общаться на русском, и он понял, что, ну, она реально не мог, да, тогда он, наверное, бы переключился на латышском, да, потому что он там пару фразов сказал на латышском, да, и, наверное, нашли какой-то способ коммуникации. Я думаю, что он больше говорил про ту официантку, которая с какой-то претензией это ещё сказала. Да, и это то же самое, и это то же самое дело, и если... У нас ещё, извини, я тебя перебью, послушаем напоследок, да. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, я сейчас у себя, я мне пока выключу, да, значит, смотрите, вот тут как раз, при всём при том, что я русскоязычный, и мне нравится, когда он разговаривает по-русски, да, но, тем не менее, вот человек приехал в страну, в которой, ну, слава богу, ещё есть кто-то, кто общается на русском. А если бы он приехал в Англию, и там бы начал разговаривать по-русски, я считаю, что всё-таки как бы если ты ездишь за границу, ну, ты должен быть готов к тому, что ты должен хоть какой-то иностранный язык знать, а предъявлять претензии, что тебе не ответили по-русски, но я думаю, что это всё-таки неэтично, вот, как бы, такое мнение. Да, спасибо вам большое за мнение. Ну, есть различия, мне кажется, в Англии не... Ну, в Англии и Латвии, да, я бы сказал, что есть... ...сот процентов русского населения, и у нас даже, когда мы звоним в Светбанк, когда мы звоним в больницу, нам предлагают язык коммуникации. Говорят, нажмите кнопку 1 для латышского, нажмите кнопку 2 для русского. Ну, это немножко нехороший, мне кажется, пример с Англией. Ну, это мнение, у каждого есть своё мнение, спасибо за мнение, да, но я согласен с тобой, да. Потому что у нас, конечно, не признан русский язык как официальный, да, двуязычность в нашей стране, но тем не менее, у нас везде, да, я говорю, вплоть до, там, больниц есть возможность говорить на том языке, на котором тебе более комфортно. У нас остаётся совсем уже мало времени, да, до конца эфира, да, буквально 3 минутки. Диза, что бы ты, вот у нас уже традиционно есть такая рубрика «Совет от гостей», что бы ты посоветовал гостю, что посоветовал бы людям, которые работают в этой сфере, вот от себя вот на будущее? Ну, для гостей, наверное, я бы посоветовал, когда ходят в ресторан, бар и кафе, поступать, как бы они ходили к своим друзьям дома, с хорошим улыбком, позитивным голосом, ну, с общим позитивом внутри себя и передать это персоналу. Я, в принципе, это уже в начале передачи сказал, это начинается из нас самих, да, и, ну, знаю, что в Латвии у нас есть трудность с коммуникацией первые там пару минут, особенно, когда мы друг друга не знаем, тогда, конечно, эта улыбка, этот позитив помогает открыться этому официанту, и, ну, все от этого, ну, получат больше, больше позитива, больше хороших чувств и коммуникаций все вечер будет намного успешнее. Ну, да, те, которые заходят уже недовольны с первого момента и начинают показать, что они тут самые главные, радуйтесь, что я сейчас зашел, ну, тогда удачи вам дальше. А работникам? Работникам, наверное... День рождения, там, празднуем что-то и так далее. Когда мы открываем дверь, мы очень рады, что эти друзья приехали, мы их приветствуем внутри, заботимся о них во всем вечере, да, и то, что очень часто происходит, что в конце вечера, когда стоим в коридоре, я уже, не знаю, пять минут назад одевали одежду, обувь и так далее, да, если так можно сказать, не можем избавиться от друг друга, в принципе, ну, да, обслуживать своих гостей так, как мы обслуживаем своих друзей, когда они у нас в доме. Супер. Если мы это делаем, ну, так, тогда, я думаю, что тоже будет намного лучше вся коммуникация и продажа и все остальные решения разных конфликтных проблемных ситуаций, когда там будет что-то холодное, какое-то, я не знаю, там, волосы в еды и так далее, да, ну, убивает. У меня сегодня тоже, тоже в ресторане, в котором я шел, был волос, да, и, ну, ну, да, бывает. Да, все бывает в этой жизни. Хороший у нас сегодня вышел такой эфир, все разомрали, видишь, даже так максимально позитивно, нараздавали бесплатных советов. Я еще раз поблагодарю Дэдис Агравий, ты с сада основателя и владельца Центурион Хоспиталити за твой труд, за твой профессионализм, за то, что ты тоже такой перфекционист, который не теряет надежду сделать наш сервис, наши рестораны и другие сферы уже, да, лучше. Успехов тебе, Дэдис, спасибо тебе большое за этот разговор. Да, огромное тебе спасибо еще раз за приглашение, я очень рад как раз, о чем ты сейчас занимаешься. Я знаю, что этот Этер тоже занимает какое-то время твоей жизни и так далее, и приглашаешь много очень интересных гостей в студии, и мне, с моей стороны, очень приятно, что ты этим занимаешься, поднимаешь очень важные темы, и реально так открыто. И эта открытая кухня так и реально получается, что открыто. Отлично, у нас сегодня конец передачи. Звукорежиссер Идион Золотарев сегодня также нам помогал, ну а мы встретимся в следующий понедельник, открытая кухня.